здравствуйте уважаемые друзья мои подписчики гости канала сегодня мы с вами поговорим еще раз о прогнозе на медосборной 2023 год сегодня у нас 4 февраля время летит незаметно хотел я обещал я вернее вам этот прогноз рассказать еще после рождества но так как складывать складывается обстоятельства что пришлось немножко отложить говорится время летит незаметно как мы знаем насчет прогноза что у нас все природе взаимосвязано как говорится нету дня без солнца и нету ночи без луны все взаимосвязано то же самое и в природе происходит так как мы все знаем что на все живое на земле влияет луна осуществляется приливы отливы что соответственно влияет на природу и в то же время влияет на все живое и также на флору и фауну на земле также расположение планет солнечной системе это не выдумал я это говорится раньше люди наблюдали вели календари и что они выяснили что все взаимосвязано и периодически повторяется так как и вся наша история все повторяется так и природе и вот вычислили этот календарь который я нашел это вели с 1800 если точно 1880 года средних можно сказать областей украины вел священник потом передал своему внуку тот дальше правнуку и так оно дошло до наших дней и там что повторяется вот эта цикличность через каждые семь лет в природе это по поводу медосбора а также почему она зависит почему такая периодичность потому что каждый год на землю влияет какая-нибудь из планет они же кружится не вместе а каждая по отдельности у каждой своя орбита и вот во время приближения какой-нибудь из планет ближе к земле на земле происходит событие которые влияют на медосбор а что он у нас на бедосбор влияет на погодные условия соответственно и вот как вычислили какие же планеты наиболее влияют на землю это у нас семь планет от солнца венера меркурий луна сатурн юпитер и марс как прошлых прогноза я рассказывал что вот этот цикл у нас наступает с 21 марта это после 100 весняного солнцестояния и он длится до 20 марта следующего года вот у нас сейчас 4 февраля и у нас сейчас продолжается год юпитера и он будет длиться до 20 марта 21 марта мы вступаем в год марса год марса это конечно самый тяжелый можно сказать такие по своим характером планета которая очень плохо влияет на все живое вот как пишут в этом календаре вот пишется что когда наступает год марса это очень плохой для год для пчеловодства и в целом для сельского хозяйства семилетнему циклу планет один из самых худших если у нас в прошлом году был год юпитера это более-менее был по медосбору нормальные считался это у нас две планеты когда наступает цикл это юпитер и венера мы знаем что венера это планета плодородия это тогда у нас удачный медосбор тем более когда венера это у нас будет пик медосбора но это еще не скоро он наступит а так как мы сейчас 21 марта вступим год марса тот такой будет год и дальше продолжается вот за именно вот этот вот что наступит год марса год будет теплый жаркий с засухами ну и соответственно растение ой очень плохо будут выделять нектар дальше весна всех беспокоит пчеловодов какая же будет весна в этом году у нас вот буквально уже наступает скоро уже период весна пишет будет сухая прохладная но неплохая для развития пчелосемей . дальше лето лето сначала будет влажная потом наступит жара засуха грозы из шквальными ветрами порывистыми ветрами мгновенность которой будет губить много пчел и также много градобоев если в этом году у нас не было града ни единого то этот год что наступает будет даже рад вот такое такой прогноз на весну и лето за осень доживем расскажу а сейчас бы я вам хотел даже такой сделал небольшой график шум графикова было понятно какой будет этот год который наступает год марса и так идем посмотрим так ну и думаю видно будет вот как мы видим вот это у нас вот 2002 год так вот это у нас это средний показатель по медосбору а так верхняя шкала это у нас медосбор и вот если смотреть этого графика вот мы видим что 2000 2022 год у нас медосбора было чуть выше среднего как мы видим это я есть там раньше видео посмотреть но когда наступает вот 2023 год как мы видим средний показатель медосбора дуб но урожайность медосбора будет ниже среднего намного вот такой будет медосбор в этом наступившем двадцать третьем году какой будет следующий год мы поговорим и также какая осень зима поговорим следующий раз просто скажу что следующий год будет наступать это уже будет год солнца там более менее уже будет ну это как говорится совсем уже другая история ну вот такой показал вам график и теперь очень важно вот в этот год именно за этот год пишется на что важно обратить внимание что в этом году год благоприятный внимание все внимательно слушаем год благоприятный для развития клеща ни за один год не пишется именно за этот год так что вопрос состоит в том своевременных обработок пчелосемей это выходит у нас на передний план обрабатывать и обрабатывать и обрабатывать я уже думаю над тем даже что вот даже календарь меня был надо тоже было думать это же не прямом смысле что-то она повторяется именно там как я сказал год в год а вот так как у меня слетели три семьи это уже говорил о том что каждый год накладывается друг на друга один год заканчивается один год начинается правильно и и вот влиятельные факторы одного года налаживаться на другой возможно вот этот слет пчел этой осенью это уже как говорится идет уже влияние этого года что наступает чё пчелы слетели заклещённость соответственно я это говорил и утверждаю что только от заклещённости так что на передний план мы я за себя говорю мы ставим вопрос об обработке пчелосемей ну вот такой вкратце получился у меня прогноз как смог так рассказал всем всего доброго всем пока берите себя и своих пчел ну а для тех кто до конца смотрит видео скажу следующее видео меня выйдет я расскажу за трусковец за очередной санаторий в которой я бывал там и вот в двадцать тром году я там был и соответственно посетил этот санаторий где я был узнали меня там некоторые говорится хорошим словом вспомнили что да ну и к тому же еще скажу что вот наступает сегодня у нас суббота понедельник наступает день тяжелый у меня не знаю меня еще там видео какие-нибудь выйдут или нет потому что я попадаю в больницу не знаю как я выйду оттуда кто я знаю так что пожелайте всего хорошего и до скорых встреч возможно встретимся еще на пасеке все пока обнимаю целую друзья всего доброго жоао бразилия вьетнам всем всего доброго всем пока давайте пока